привет с вами находимся на изумрудные улицы и вот мы видим недавно построенный дом в 2017 году перед нами такой довольно красивый оригинальный дом как говорится нестандартный вот он не построен по параме реновации коммерческое жилье вот здесь довольно такой престижный район хотя эта улица довольно далеко от центра города находится изумрудный на северо-востоке москвы на границе бабушкинского и латиноостровского районов но понимаете здесь и улица она несмотря даже на это она считается довольно престижный вообще принципе этот район в частности вот эта улица а дело в том что она вся утопает зелени ну и не случайно его назвали изумрудный действительно здесь очень много зелени здесь вначале улица два сквера один из них который прямо находится печенье с улицы летчика бабушкина мы и второй принципе тоже на печенье с улицы летчика бабушкин и улицей минжинского вот который находился около киноконцертного зала орион который снесли совсем недавно в июне месяц этого года 2019 вот но сквер пока остался так что как говорится кинотеатр снесли а сквер как говорится пока слава богу еще стоит но и вот здесь вот парк орфянка также находится там чуть подальше сейчас мы как раз до него дойдем вот ну и такой принципе достаточно тихий пока спокойный район с невысокой застройка в целом в основном пятиэтажки тут преобладает хотя вот мы видим здесь и на изумрудной и на соседних улицах есть конечно и вот более высотные дома и 17 этажные и двадцати двухэтажные ну в общем и так далее вот она в целом пока еще видите преобладает не очень высокая застройка ну и так что здесь в итоге речь о том что здесь жить довольно некомфортно по крайней мере пока ну и вот соответственно здесь вот эти пятиэтажки и будут их часть пятиэтажек ну фактически на россии пятиэтажки даже есть и четырехэтажные дома скранились будут стать и по программе реновации вот ну не только вот на изумрудной улице там еще проходит параллельный янтарный проезд а где тоже фактически одни пятиэтажки и не ход будут сносить по реновации ну и понятно что вместо них будут строить конечно же многоэтажные дома и вот сейчас я хочу показать вам одну из таких ну даже скажем так две площадки которые здесь уже как раз изумрудные улицы находятся именно строится домов по реновации вот мы только что видели вот перед нами как раз вот этот парк торфянка собственно как раз вот перед нами да вот и эскалатор работает вот там сейчас идут работы вход в него закрыт со всех сторон полностью перегорожен и фактически парк он во многом как бы воссоздается ну не то что остается но фактически делаться новым скажем так то есть там все по-новому будет вот хоть еще один тоже бомб построенный совсем не данком 2017 году но это не по реновации видите какой тоже необычный дом тут вот дома довольно необычно нестандартный но он не при новации поэтому еще и такой достаточно симпатичный а он просто коммерческий дом построен очевидно тоже на месте сессионных пятиэтажных домов может быть и на пустом пространстве вот этот парк торфянка тут и тут работы все огорожено вот закрытый ну а мы приближаемся как раз к дому который уже довольно таки давно строить ну не то чтобы давно ну где-то нам может чуть больше года назад вот он как раз перед нами видите тут даже тротуар все перекопали на какие-то инженерные сети сделать это вот как раз парк торфянка но тут все перекрыто а вот перед нами как раз вот этот самый дом один из домов из площадок дом строится по реновации вот он закрыт зеленой сеткой и уже фактически он во многом построен и тоже фактически много этажей около 17 перед нами техника на это на связано с обновление парка торфянка а вот это самый дом одна из точек по реновации значит он имеет адрес номер 26 а вот но дело то что за ним вот находится пятиэтажка под номер 26 ну а этому дому пока присвоили адрес 26 а чтобы как-то отличаться ну то есть владение 26 но соответственно отличается от пятиэтажного дома который за ним находится вот это вот площадку вот этот дом уже хотят взять в этом году 2019 по реновации который строится для жителей сносимых домов которые будут сносить вот здесь пока пятиэтажки не сносят вот рядом они стоят ну очевидно скоро будет сносить расстроит весь дом ну на часть тоже этого дома дадут под коммерческое жилье вот этот парк торфянка весь огороженный там идут работы ну вот можно посмотреть даже там что происходит ведь и новые тропинки делают новые дорожки так что все будет по-новому в этом парке когда его сделают вот один типичный такой пятиэтажный дом перед нами 28 вот это будет сносить дома все по реновации кирпичный дом сейчас посмотрим на 28 ну вот это 26 а 28 вот этот вот дом по реновации строит ну парк этот вот в этом году сколько я по огородили карпианку такие известные события были связаны со строительством храма сторонников и противников этого дела в итоге наверное решили весь парк оградить но не поэтому конечно есть что-то в этом да ну и вот мы приближаемся еще по второй площадке по реновации но здесь работа еще фактически не начались то есть еще только пока определена эта точка даже кстати я не встречал номера этой площадке как вот какой бы строится новый дом но поскольку вот перед нами дом 32 а вот а там вот значит за пересечением с минусинской улице там уже получается дом значит это 36 то есть между 32 36 то как бы можно сказать что это будет дом 34 но это так как пока как бы условно да он то есть этот дом он будет находиться на пересечении изумрудной вот этой улице и минусинской как бы на углу вот здесь скверик очевидно вырубит деревья как обычно и да кстати заглянем еще в парк да какие там работы проходят ну и вот здесь вот видите воспитать такое довольно сам свободное пространство пока вот здесь хотят вот видите строить еще один дом по реновации такой скверик небольшой с деревьями хотят застраивать вот там идет поворот могла светофора там минусинская улица проходит перпендикулярно вот этой изумрудной и вот здесь вот на месте вот этого сквера хотя строить дом по реновации одна из площадок ну когда начал строиться здесь непонятно если вот этот дом уже фактически во многом готов уже в этом году хотят сдавать то здесь пока еще конечно как говорится все только-только еще проектируется даже не начинается так что он не знаю наверно 21 22 год вот такие сроки наверное здесь будут строить но площадку же здесь определена так что вот эту пустоту тоже ликвидирует увозримом будущем ну а когда это конкретно произойдет будем смотреть вот так обстоит дело с реновацией на изумрудной улице до новых встреч